Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике у меня будет для вас рассказ о том, как компания Xiaomi немного обманула своих пользователей, введя нас в полное заблуждение. Мы с вами сегодня говорим про одно интересное устройство, которое получила HyperOS 2, но не с тем, чего многие ожидали. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным будет Xiaomi Pad 6, и это его последнее появление на данном канале. Что случилось с Pad 6? Проблема в том, что изначально на него поставили процессор 870 Snapdragon, который, ну скажем так, вроде бы и должен был поддерживать Android 15, но почему-то этого не произошло. Хотя компания Xiaomi рассказывала, что все должно быть как нужно, и не переживайте, покупайте это устройство. И что получается в итоге? Приходит на это устройство новое обновление HyperOS 2 с Android 14. И как бы это, друзья, получилась вот такая плохая подстава от компании Xiaomi. Но давайте отталкиваться, в принципе, от того, что у нас есть на сегодняшний день. Конечно же, много чего было здесь написано красивого, много тут расписали, но что по факту мы с вами получаем. Из того, что реально можно заметить обычному пользователю, это у нас будут следующие моменты. Во-первых, немного перерисовали дизайн, ну в принципе, что и характерно для HyperOS 2. Тут у нас отдельно теперь плавающие окна и параллельные окна, ну именно под разделами, так они у нас будут находиться в параллельных окнах. Понятное дело, еще не все приложухи могут это поддерживать, ну в моем случае это Pinterest. Кстати говоря, напишите в комментариях, какие вы еще знаете приложухи, которые поддерживают параллельные окна. Еще разработчики улучшили момент, который называется как взаимосвязанность. Да, вы можете только что заметить, что есть некоторые подвисания прошивки и это действительно так. И мне очень интересно, почему разработчики решили эту прошивку пустить в публичную рассылку, при этом предварительно ничего не протестировал. Но мы как бы от этого момента отходим и возвращаемся обратно сюда. Получается, в новом обновлении HyperOS 2 данное устройство получает такую интересную опцию. Когда у вас два аппарата между собой взаимосвязаны, скажем так, вам со смартфона на планшет может приходить уведомление о новых вызовах. То есть, когда вам кто-то звонит на смартфон, на планшете эта информация отображается. И соответственно, вы можете принять звонок. По правде говоря, я не тестировал, можно ли общаться с планшетом, как бы там, но опять же не исключен такой вариант. Но, как вы понимаете, что планшет больше в нашей ситуации служит как вспомогательное устройство. Хотя, опять же, с другой же стороны, если мы выйдем на рабочий стол, условно говоря, нажмем вот сюда и подключимся к Xiaomi 14, который, понятное дело, имеет все эти взаимосвязанности и прочее, то мы с вами должны получить рабочий стол и выглядит он следующим образом. Да, кстати, когда мы блокируем устройство, так же у нас с вами тут все будет пропадать. Вот, пожалуйста, режим взаимосвязанности работает замечательно и без каких-либо нареканий. Да, с некоторыми подвисаниями, но это уже как бы что есть, то есть. Но мы с вами следуем обратно в настройки. Что еще интересного разработчики должны были добавить или же поменять? Многие ждали, что компания добавит сюда приложение темы. Но, спешу вас расстроить и разочаровать, этого не произошло. И помимо всего того, что обещалось, разработчики нам добавляют новые стили для экрана блокировки под названием «Журнал». Я себе выбрал, сразу говорю, Xiaomi Su7, потому что, ну, меня этот автомобиль, ну, как бы-то, вдохновляет, он мне нравится. Я его себе поставил на рабочий стол и, соответственно, на экран блокировки. По возможностям, которые у нас тут с вами есть, как вы можете заметить, это гибкая такая кастомизация экрана блокировки, понятное дело, под себя. Плюс, если вам, ну, автомобиль не нравится, вы, конечно же, можете выбирать из всего того, что есть у нас по умолчанию. Но, опять же, я здесь именно ожидал, ну, чего-то большего, нежели есть по факту. Переходя в раздел «Батарея», тоже думал, что разработчики добавят что-то интересное и что-то новое. Также меня здесь ждало разочарование. Зайдя, допустим, в те же расширенные настройки, тут тоже ничего сверх такого я не получил. Но, опять же, почему мы тут с вами ничего сверхнового не получили? Потому что это 14-й Android. Но вот что разработчики добавили и что получилось очень интересно, так это обновленная шторка. Что я имею в виду? Нажимаем, когда на яркость, у нас появляется новое всплывающее окно. Та же самая история с плеером у нас проявляется и с моментом по громкости. Больше ничего разработчики не добавили. Понятное дело, здесь нет никаких AI-службы и того всего прочего, что разработчики обещали и божили сюда добавить. Также у нас есть только активные приложения, как такой утешительный приз, назовем это так. И, понятное дело, никаких дополнительных историй с искусственным интеллектом, синхронного перевода и прочего, тоже мы тут с вами наблюдать не можем. Даже если мы с вами зайдем в заметки, имеется в виду во все стоковые приложения, в которых искусственный интеллект есть на других аппаратах, тут тоже абсолютно ничего нет. То есть, это полностью такая пустая прошивка для данного планшета. И то есть, тем самым я могу предположить, что разработчики это устройство понерфили, ну или же убили. Да, это факт и с этим, ну с одной стороны, придется смириться пользователям этого планшета, а с другой стороны, подумать, а стоит ли брать устройство от Xiaomi, ведь такая никудышняя поддержка у них в плане планшетов. Хотя, насколько я знаю, в принципе, линейка планшетов для компании, ну, играет очень высокую такую роль и высокую ценность на глобальном рынке, да и не только на глобальном, для китайского рынка, потому что многие ждут и жаждут покупать планшеты компании. Да, они не слишком-то и дорогие, да, они там несут в себе необходимый набор функций и там софта, скажем так, но то, что поддержка вообще никакая, это действительно так. Ну и теперь давайте подведем итог. Если у вас аппарат Xiaomi Pad 6, если вы хотите обновиться до HyperOS 2 Global, ну, скажем так, я бы этого не делал, потому что чего-то сверхнового, как для обычного пользователя, я не заметил. Ну, хотите оставаться на HyperOS 1, как вариант, хотите перепрошиться на MIUI 14, тоже как вариант, хотите поставить какой-нибудь кастом, если они вообще есть, тоже почему бы и нет. Но, по правде говоря, HyperOS 2 Global для планшета Xiaomi Pad 6, такая себе история. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok